Девятки Которые к сестрам отношение имеют Такое же, как, собственно, ко всем остальным Но от этого, кстати, статья Становится не менее интересной Потому что есть что обсудить Первое. У нас изменяются правила На мультичарж Теперь тебе должно хватать Выкинутого на двух Д6 Чтобы дойти до всех целей Хотя бы теоретически Если хотя бы до одной цели Ты дойти не можешь То чарж не получается Ты остаешься на месте Охренительно Ну то есть это тоже, как и с овервотчем Хорошее изменение Потому что в восьмерке, по сути, когда ты не боишься овервотча То ты просто заявляешь всех Кто в 12 дюймах находится Живые и мертвые, просто все Или вот эти вот оппортунисти к чаржи Когда ты стоишь в дюйме от кого-то А там, в другой стороне, где-то в 10 дюймах Стоит другая, более сладкая цель Ты говоришь, ну типа этих и тех Если 10 прокину, ну будут там Если нет, вот я в этих гарантированно зайду Больше этого не будет Теперь как бы ты должен четко осознавать Куда и что ты хочешь чаржить Ну или ты так хорошо подошел на фазе движения Что уверен, что обнимешь всех, кого нужно Это классное изменение Опять же, потому что заставляет нас больше думать Чем больше решений ты принимаешь в игре Важных решений Тем игра интереснее и глубже Правда на первый взгляд это теперь усилит игру от обороны Потому что в ситуации, когда человек чаржит юнит За которым чуть в отдалении стоят какие-то характеры Которые очевидно потом на Heroic Intervention Подтянутся, чтобы помочь своим парням Раньше атакующий свободно всех заявлял как цель чаржа Даже если не собирался идти в этих характеров Но это как бы говорил им Пацаны, если вы придете на Heroic Intervention То я вам могу дать в рожу И там уже не все хотели идти Потому что, ну блин, кто-то, конечно, ХТХшник Кто-то в себе уверен А кто-то просто какой-то там лейтенант затрипанный Да, его три атаки там что-нибудь в общей сумме Возможно бы и дали Но если это, например, чарж терминаторов с молотками То он лучше постоит в сторонке И там свои рерольчики пораздает Теперь же атакующий не захочет рисковать фейлом черджа Не будет заявлять дополнительной целью характеров Они спокойно подойдут Вдарят, а в ответ получить не смогут Потому что ты можешь бить только в тех В кого ты чаржился в эту файт-фазу Возможно, это ограничение уберут Раз уж они меняют то, как работают мульти-черджи Но это пока никому неизвестно Кроме тестеров и авторов правил В любом случае, это классное уточнение И в разрезе статьи о сестрах Нам правильно замечают, что у сестер Есть мир колдайсы И на мульти-чердже они могут быть более уверены В том, куда именно они смогут дойти Но дальше нас ждет еще более жесткий вот же шок Девятка неплохо так перетряхнула правила характеров А вернее, то правило, которое не позволяет вам стрелять в них Если они не ближайшие Теперь это называется лукаут-сир Как в старых редакциях Там вординг немножко хитрый Но в принципе все осталось так же Если характер виден и ближайший Ты можешь спокойно в него стрелять При этом не учитывая других характеров При определении, является ли он ближайшим А вот если характер к стреляющей модели Не ближайший Здесь, внимание, есть изменения Целить этого характера нельзя будет Только в случае, если он стоит В трех дюймах От своих виклов, монстров Или юнитов Где хотя бы три модели есть минимум В любых других ситуациях Карактер абсолютно виден и его можно выбирать Как цель для стрельбы Наконец-то они справились с вордингом этого правила И теперь не будет дебильных ситуаций Когда где-то в голом поле Бежит одинокий характер А перед тобой стоит какой-то одинокий спейс-марин И ты такой, типа Как-то не могу понять Есть там кто или нет Все, нет в трех дюймах твоих пацанов Ты уже не можешь раствориться в толпе Не знаю, возможно, даже с этим вордингом Вылезут какие-то баги Которые будут абьюзиться Но, как минимум, они уже подчинили Такой колоссальный кусок дебильности старого правила Твои герои, если они хотят спрятаться от стрельбы Должны бегать рядом со своими пацанами По факту на первых ходах Это мало что поменяет Потому что все равно Все ходили максимально окружая Своих суппортных характеров Пятном пацанов Чтобы, не дай бог, кто-нибудь там из дипстрайка Или самолетом облетел и в жопу там ударил Все равно их защищали Но вот на последних ходах Когда уже там идет какое-то такое мучение друг к дружке И вот реально у тебя там кусок ошметок отряда Который где-то прорвался за линию обороны противника Там мочит И где-то керекторы бегают сзади Там что-то Скорят точки, например И ты в них стрелять не можешь Вот там это правило уже начнет работать в полную силу А, ну и если вас волнует То ограничение на не более девяти ран Тоже осталось То есть если у характера десять ран То его увидят в любом случае Как это изменение относится к сестрам Хрен его знает Автор пишет, что у сестер много суппортных характеров А у кого их мало? Я как игрок за ДГ тут тоже руку тяну Девчонки, я вместе с вами Давайте дружить У вас много суппортных характеров У меня много суппортных характеров Чего зря? Время терять? В полночь Жду А дальше нам показывают топ-3 ключевых юнита У сестер в девятке И начинают как бы с госпиталерки Но тут же Под видом текста про девочку Подсовывают нам Спойлер Изменений правил в девятке Правда уже не четкие Только лишь намеки Но судя по всему Мораль фаза сильно изменится в девятой редакции Сейчас это просто огрызы В которой толком ничего не происходит А в девятке И факт провала ледака Будет вести к более серьезным последствиям Будет ли отряды убегать к краю стола И если выйдут за край экрана, то пропадут Либо вообще просто разбегаться и уничтожаться сразу Как только провалили Хрен его знает Посмотрим Но говорят, что вот это будет изменение Достаточно сильное Неприятное И показывают стратегенку госпитальерки Которая позволяет Как бы игнорировать потери в этом ходу И кидать ледак немодифицируемый На это также намекает заявление автора О том, что в девятой редакции Лучше играть небольшими отрядами В том числе Потому что Бласт вэппены теперь Как бы против больших отрядов Лучше работают Но и в том числе Чтобы вам не набили много потерь Чтобы ваш отряд не посыпался Это в принципе было справедливо и для восьмерки Но посмотрим, что такого они наделали в девятке Опять же повторюсь, что в восьмой редакции Мораль фазы, она скорее для галочки Да, там можно понести серьезные потери Но это скорее Когда у тебя какая-нибудь двадцатка культистов Без поддержки, например, Абаддона И тебе там Девять убили И остальные там убегают Это да Но эти случаи крайне редки К тому же в таком виде она сложна в исполнении Потому что ты должен учитывать потери В течение всего хода И только в конце его Когда все прошло А это может быть, например, час времени реального Куча стельбэй, куча хтх И вот если отряд у тебя получал потери Причем на начало хода он был не в стартовом своем составе А уже когда ты на прошлых ходах тоже кого-то терял И ты стоишь такой Сколько моделей мне убили? Хрен его знает То есть когда в прошлых редакциях ты кидал ледак после каждой фазы, в которой были потери Это было, ну, просто легко запомнить И ты такой, о, я кого-то потерял Нормально, все прошел Потому что сейчас это как с адвансом Еще одна неприятная механика Потому что я видел много раз, как люди попадались на это Я сам на это сто раз попадался Ты уже не помнишь, к фазе Чирджей адвансился этот юнит Или не адвансился Вот когда это было вместо стрельбы Да, как бы это соседние фазы Еще можно запомнить А когда это было когда-то там В мув фазу Уже все, если фаза стрельбы достаточно плотная К фазе Чирджей ты забыл А фаза морали вообще последняя Посмотрим, они как-то это исправят или нет Или придется ждать десятой редакции Ну и в статье еще упоминают Серафимок и Пенитент Энжины Но это уже совсем ленивый текст Типа, а че там еще у сестер за имя-то есть, а? Вернее так, че у вас там больше всего на складах? Что не берут? А, это? Ну давайте про них и напишем Собственно, Серафимки, потому что Серафимки, потому что могут куда-то дропнуться Ничего себе, значит в девятки-то они заиграют А Энжины, они, ну, вы догадались Они теперь игнорят Хэя Поэтому вот так вот с огнеметами своими Заходят в ХТХ и там жгут Как связано одно с другим, я не очень понимаю Но в такая статья Игрокам за сестер, которые хотели услышать Новые правила своей любимой фракции Сочувствую Вы помните, вчера для нас, для хаоситов Тоже очень такая информативная статья выходила Нет, ваша статья гораздо лучше той Потому что у вас куча новой информации По новым правилам Не то чтобы вашим правилам Но все остальные как бы с вашей статьи Кайфанули Если, конечно, сей факт вас хоть немножечко успокоит Что ж, а на этом сегодня все Ждем еще больше воды от ГВ И увидимся, я надеюсь, завтра Ну и как вам новости о сестрах, друзья? А сейчас у нас необязательная часть программы Всякие прохладные истории Которые я хочу обсудить с своими друзьями-подписчиками Я вот сейчас сижу, такой непринужденно сделаю вид Как будто только что видосик закончился А на самом деле между кадрами, где я говорю, типа, до свидания И вот этим кадром этой сцены прошло несколько часов Пока я монтировал ролик Пока я спасал жену от дочери Потому что она позвонила и сказала Не дает работать вообще Но она любит подбегать каждые 5 секунд Что-нибудь показывать, что-нибудь спрашивать А жена сидит, работает тоже дома И как бы трэш Пошел, забрал, посадил тут ее Рядышком пока монтировал Сходил, покушал уже Открыл наконец-то окно Потому что вот, собственно, о чем я хочу поговорить Лето Вот когда ты сидишь 9 месяцев в году И за окном какой-то трэш В стиле снег Дождь Слякоть Пасмурно Солнца нет И такой Ну когда же лето А потом лето внезапно наступает Где-то в первых числах июня Оно в этом году наступило И сразу так резко тепло И я вот сейчас как бы сижу В этом поле И мне жарко Хорошо, что я хотя бы штанишки снял Что там вам не покажу Нет, на ютубчике прикроют Я знаю, вы бы хотели посмотреть Но не сегодня, парни Не на этом канале И когда тепло, конечно, нравится Тебе не нужно надевать кучу одежды Ты ходишь в шортах В футболочке там Ну никакая, конечно, такая дикая жара Еще влажность просто не детская Фигачит тридцатка Плюс еще постоянно дожди А до этого, короче, у нас В деревне огород, в принципе, весь сгнил Ну просто столько налило Что там все проработилось в труху И в результате ты ощущаешь себя Как какой-то гук в джунглях Потому что жарко и влажно И самое главное, что работоспособность снижается Ты ощущаешь себя таким вялым Как будто тебя сварили Тебе ничего не хочется Мозг еле-еле двигается А работать-то надо Потому что, ну вот, сейчас девяточка выходит Каждый день нужно делать минимум колбасятину Да еще бывает и по две в день Решать еще кучу других задач А хочется на самом деле где-нибудь у бассейна валяться там И даже ничего не читать Может быть какие-нибудь видосики смотреть Это быстро, короче, надо спать, пойти и все И погода, она, по-моему, всегда такая То есть не бывает, чтобы вот идеальная температура Там 20, сколько там, 3 градуса, да, должно быть Чтобы человек себя ощущал нормально Нет, всегда либо вот 30-ка И ты такой, либо холодно Или такой, или межсезонье Когда в куртке жарко, без куртки холодно И вроде ты такой, типа, в куртке прошел по улице нормально Зашел в какое-нибудь метро И все там, весь пропарился Уже все из себя сдираешь Все еще пипец жарко Нереально непонятно, почему мы Вид, который, ну, в этих условиях вырос И как бы адаптировался вроде как к ним Имеет такую маленькую терпимость К температурным колебаниям Мне вот реально не очень нравится Что у нас лето 3 месяца в году 9 месяцев в году В Москве грязно, сыро, холодно Я как бы периодически подумаю А может быть стоит куда-то переехать Где более прикольный климат Опять же, я вот был в Сербии, да, когда на ИТЦ Там наш братишка живет И он прям топит, что в Сербии вообще офигительно Мягкий климат Но там, когда мы были в конце Нет, в начале, да, в начале августа Было, ну, реально жарко Я еще помню, у нас кондиционер был в один Всего лишь на две комнаты И спать было прям, ну, как ты спишь В мокрых простынях И на самом турнире, в этом огромном помещении Когда вот этот весь объем теплого Такого воздуха давит на тебя Трусишки, естественно, липнут к жопе И ты такой, типа, пытаешься что-то играть в Вархаммер А мозг такой, типа, отключаюсь, перегрев Ну вот я перееду туда И как я буду держать себя в рабочем состоянии Нет, понятно Ставишь кондиционер, как бы И спокойненько в прохладе дома работаешь Ну вот на улицу выйти, там сразу, бух Вот сейчас Серега у нас из Эмиратов У них там 42 шараж Как люди работают, хрен я знаю Ну, да, сидят в офисах, понятно Вернее, он сейчас дома сидит Тоже, ну, да, Леночки? А вот от дома к машине перебежать А если у тебя машины нет, что делать? Ну, в общем, не знаю Да, люблю, когда тепло Не люблю, когда холодно Но с холодом, с другой стороны, легче бороться Потому что нагреть себя Это, да вот, я включил себе обогреватель И все, он стоил, типа, по полторы тысячи рублей Что ли, или даже меньше Кондиционер поставить, это уже несколько десятков тысяч Надо вложить Стену, опять же, штробить Все вот это дело Обслуживать все как-то Это нормально, в принципе, в течение года Работать Лучшие мои траты Полторы тысячи рублей за всю жизнь Но, наверное, больше всего я люблю Теплые летние ночи Обожаю прям Вот, когда жара уже спала Но все еще достаточно тепло При этом темно По-настоящему темно Не как зимой Ну, там, ночью Они Отражаются Свет от снега И все видно Ночью Летом Темно И, к сожалению, вот этого очень мало в моей жизни Прошлое лето Вообще, по-моему, теплоты не было Тоже вот так вот бывает Ждешь, ждешь Лето Оно, типа Какое лето? Там В августе, что ли, началось? Или когда В конце июля Не помню Короче, фигня была Прошлое лето И это я точно помню А вот вы что думаете? Разрываетесь между временами года? Где вообще живете? Как воспринимаете Жару? Как холод? Пишите Ты лайк поставил И подвышен Редактор субтитров А.Семкин